Доброе утро! Сегодня 22 июля, среда, в эфире первого городского утра по летнему. Кстати, друзья, сегодня в течение всей программы будем говорить о том, как спастись от жары, ведь столбики термометров и днем, и ночью не опускаются ниже плюс 33 градусов, а находиться долгое время под кондиционерами не совсем правильно. Ну и сейчас такой период, когда можно легко подцепить пневмонию или коронавирус, поэтому переохлаждаться мы тоже не рекомендуем. Кстати, друзья, берегите свое здоровье, ведь ваше здоровье – это самое-самое ценное. В общем, сегодня в программе будем говорить именно об этом в течение всего часа с оселью Ростангалеевой. И, конечно же, с Сергеем Гутеровым. Сергей, я с твоими словами полностью согласна. Сейчас под кондиционером очень опасно находиться, поэтому не знаю, как вы спасаетесь от жары, а мы с Сергеем сегодня, посмотрите, вот с такими запасами. Мы спасаемся от жары в студии, здесь тоже у нас достаточно жарко. И посмотрите, что у нас здесь есть. Боже мой, у нас на столе ароматный чай. Но это не просто, кстати, чай. Здесь он приготовлен по определенному рецепту, которым мы поделимся чуть позже. Ну и, как вы понимаете, естественно, в котором присутствуют и витамины, и различные травы. Да, абсолютно. Вот сейчас Сергей как раз все это держит, потому что аромат стоит превосходный в студии. Смотрите, в качестве иллюстрации у нас здесь листья малины, смородины, мелисы и мяты. Кстати, вот смородиновый лист обладает прекрасным антисептическим и противовирусным свойством. А малина, точно так же в ней входят антиоксиданты, которые позволяют пользоваться в чай как противовоспалительным и омолаживающим средством. А отвар и настои этих листьев способствуют витаминизации вашего организма. Да, именно поэтому сегодня мы решили в чай добавлять еще и ягоды, которые присутствуют на нашем столе. Посмотрите, какая красота. Все-таки лето я обожаю за то, что можно спокойно поехать на дачу или в огород, если он есть, конечно, у вас, и собрать вот такие вот плоды. Сегодня у нас здесь крыжовник, красная смородина, малина. Малину можем показать только в чае, поскольку мы с утра уже заварили с Сергеем чай и выпили по чашечке горячего ароматного чая. Это летний, мне кажется, напиток, очень превосходный. И плюс, конечно же, содержится здесь очень много различных витаминов, поскольку малина всегда имеет только лечебные свойства. Сергей, не знаю, могу ли я тебе предложить вторую чашечку чая выпить вместе со мной? Я думаю, что я был бы не против, особенно добавить чай немного крыжовника, крыжовника, ведь это очень полезно с утра зарядиться витаминами на целый день и уже прям излучать позитив и здоровье. Кстати, это прям очень-очень актуально. Но, кстати, пока мы сосели, сейчас будем распивать вкуснейшие чаи с ягодами и листьями, предлагаем посмотреть вам подборку интересных фактов о том, как справляются с жарой жители других стран. Ну что ж, а тебе приятного аппетита желаю за питьем прекрасного летнего напитка. В разных странах по-разному спасаются от жары. Вот небольшая подборка. К примеру, в Миянме, это государство в Юго-Восточной Азии, широко распространена самодельная косметика Танадхар. Указано, что здесь растет дерево Танака. Люди берут опилки этого дерева, растирают их в пыль и смачивают водой. Получается своеобразная паста. Женщины и дети наносят ее на лицо. Она застывает на коже, при этом не стягивает ее, а наоборот охлаждает. Такая маска защищает от солнца и от пересушивания кожи. А вот в Таиланде пользуются спросом природный дезодорант Кристалл. Их можно купить в аптеке. А также есть специальная пудра. Тайцы наносят ее на лицо в качестве защиты от палящего солнца. А еще в жару тайцы любят выпить освежающий холодный кофе. В Танзании, как и всюду в жарких странах, первое правило – пить много воды. Жители Танзании также пьют тростниковый сок. Ночью никто не спит в пижаме или ночной сорочке в привычном нам понимании. Здесь спят в традиционной одежде под названием канга или ханга. Это очень легкий, тонкий хлопковый платок. А в Шри-Ланке в знойную погоду стараются вообще не выходить на улицу. У них даже в это время, то есть с 12 до 16 часов, закрыты все магазины. А вот в пищу рекомендуют использовать арбузы, дыни, огурцы, мяту, кабачки, капусту и другие продукты, которые считаются охлаждающими. В воду добавляют лайм, а вот лед, кстати, не используют. В обеденное время ланкийцы употребляют кокосовый сок, он хорошо освежает. Во многих домашних хозяйствах поэтому можно увидеть кокосовые пальмы. Что касается другой страны Индии, где тоже невыносимая жара, то здесь рекомендуют к употреблению манго. А еще специи, ведь индийская кухня славится именно обилием специй. Так вот, некоторые специи помогают интенсивному фотоотделению. Еще, как многим известно, люди здесь носят легкую хлопчатобумажную одежду и покрывают голову белыми платками. Даже мужчины, кстати. Во Вьетнаме в дневное время люди стараются меньше двигаться, подолгу сидят в кафе, ходят неспешно. О физических упражнениях и речи не идет, их стоит отложить до вечера или до утра. Внутри кафе устанавливаются кондиционеры или вентиляторы, а на террасах вентиляторы с распространителями воды. Мужчины любят задирать майки, рубашки и оголять живот для лучшего охлаждения. И, конечно, в ход идут вееры. Итальянцы летом стараются есть побольше рыбы, чем мясо, и, по возможности, не появляются на улице с 11 до 16 часов. Кстати, в каждом итальянском доме обязательно вы найдете алоэ. Сок этого растения спасает жителей от солнечных ожогов. Китайцы, кроме вееров и зонтиков, спасаются от жары летним напитком – зеленым чаем, который употребляют в больших количествах. Повсеместно можно найти специальные стаканы-контейнеры для этого напитка, чтобы можно было всегда носить его с собой. В жару в Китае едят сорбеты и желейные десерты, кстати, которые тоже выполнены из зеленого чая. А вот жители Бразилии советуют носить в жару белую одежду. Но помимо этого, в этой стране везде пьют фирменный алкогольный напиток. Он готовится на основе лайма, тростникового сахара, льда и крепкого алкоголя – кашасы. И, конечно, знакомый нам по сериалам кокосовый сок принято пить прямо здесь, на месте. А еще они замораживают этот сок и используют кокосовые кусочки льда в качестве своеобразных леденцов. Кстати, я сегодня нашел прекрасный рецепт приготовления летнего напитка с ягодом и льдом. Смотри, нам понадобятся такие продукты, как горсть смородины, черный или красный, горсть малины, веточка свежей мяты, 3-4 столовых ложки лимонного сока, кипяченая вода или минеральная. Все это смешиваем и вуаля – прохладительный летний напиток витаминизированный готов. Ну, Сергей, у нас малина есть, листья малины, листья смородины, вот посмотри, есть мята есть. Я все хочу, знаешь, вот так вот листочек оторвать и все-таки почувствовать вот этот аромат мяты. Превосходный запах. Вы знаете, я все-таки добавлю в чай, прямо в чашку, потому что ощущение, как будто в чайнике не чувствуется вот этой мяты, а хочется с малиной еще и мяту попробовать. Ну и, вы знаете, вот такой вот напиток можно залить не просто чаем, а можно в контейнер положить малину, либо положить мяту, залить все это кипятком, дать остыть, конечно же, в первую очередь, а потом контейнер поставить в морозилку или в морозильную камеру. И вот такие вот кусочки льда можно будет использовать, когда вы пьете чай, либо когда пьете воду. Для того, чтобы вода не была просто пресная и безвкусная, можно добавлять вот такие вот кусочки льда. Просто божественный вкус. Василь, ты знаешь, я думаю, что не важно, что пить чай, кофе, либо напиток, либо просто прекрасную воду, особенно если находишься в своей уютной новой квартире, еще и с кондиционером. Вот куда ты клонишь. И выглядываешь с окна, а там температура 42 градусов. Это прекрасно, когда ты находишься в своей новой квартире, особенно в жилом комплексе «Оброй». Ну что ж, дорогие друзья, если у вас не хватает средств на покупку новой квартиры, если у вас нет времени продать автомобиль, и если ты мечтаешь о новой квартире, то решение только одно – это программа «К7 Автотрейд». Приходите в офис компании и приобретайте свою квартиру мечты прямо сейчас по программе «К7 Автотрейд». Ловите время выгодных условий. Ну, я бы лучше сказала, ловите и не упустите время выгодных условий, потому что сейчас у них превосходная акция – двухкомнатная квартира с квадратурой 67 квадратных метров по стоимости от 9 миллионов 964 тысяч 350 тенге. Вот такое вот числительное, которое с утра приходится выговаривать. Но на самом деле очень летние вкусные цены. Да, более подробно обо всех акциях вы можете узнать только у менеджеров компании «К7 Групп», которые располагаются по адресу улицы Газис Жубановой, 13D, офис 14, или по телефону отдела продаж 8776-207-0404. А также обо всех новостях вы можете узнать из их инстаграма – «К7 Групп.Октьюбе» и на их официальном сайте «Аброй-К7.КЗ». И на их ютубе-канале, который они ведут, кстати, очень активно, ведь компания такая у нас прогрессивная, и все этапы строительства вы можете наблюдать практически онлайн. Ну что ж, дорогие друзья, говорим мы сегодня о летних напитках, о летнем рационе питания. И прямо сейчас мы под ароматный летний напиток, под ароматный летний чай предлагаем вам порцию полезной информации, какие же события происходили в день сегодняшний, 22 июля. Ну и сразу же после календаря встречаем нашего гостя. Это специалист по здоровому питанию, который порекомендует вам другие рецепты. Сегодня очень увлекательная дата. 22 июля отмечают Всемирный день мозга. Вообще в последние годы все чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определенного профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвященные здоровью того или иного органа человека, либо системы органов. Именно с такой целью Всемирная федерация неврологии учредила Всемирный день мозга и постановила отмечать его ежегодно 22 июля. Почему выбрана была именно эта дата, не уточняется. Также сегодня Международный день бокса. Перечень международных дат, посвященных спорту, пополнился в 2017 году этим праздником. Но отмечают эту дату, начиная с 2018 года. Бокс – это контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролируют происходящее на ринге рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение 10 секунд, то есть он в нокауте. Или если он получил травму, не позволяющую продолжить бой. Это называется технический нокаут. Кстати, самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетиям до нашей эры. Они запечатлены еще на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причем древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до нашей эры запечатлел не только боксеров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – ведах, рамаянах и других. 22 июля в 2017 году президент Международной ассоциации бокса Чинг Коу Ву, пораженный размахом празднования Всероссийского дня бокса, объявил, что отныне, 22 июля, будет отмечаться Международный день бокса. Так эта дата оказалась в календаре событий и праздников. А еще сегодня наши коллеги из Азербайджана отмечают свой профессиональный праздник. Ежегодно 22 июля в Азербайджане празднуется День национальной прессы. Эта дата была установлена в день выпуска в 1875 году первого печатного издания газеты «Экинчи», выдающимся азербайджанским просветителем Гасанбеком Зардаби. Национальная пресса Азербайджана значительно повлияла на формирование национального самосознания в конце XIX – начале XX веков. Но не в последнюю очередь способствовала созданию Первой демократической республики на всем Востоке и предоставлению права голоса женщинам уже в 1919 году, в то же время, что и, например, в Соединенных Штатах. С 1980-х годов Национальная пресса Республики стала выполнять миссию свободной и демократической прессы – уважения к мыслям и выражениям людей, оперативного информирования посредством обновляющейся информации. Кстати, сегодня отмечается очень обычный праздник – День Толстяка и Толстушки. Бодипозитив – движение, покорившее в последние годы весь мир. Его адепты призывают любить свое тело таким, какое оно есть, независимо от размера, веса, роста и прочих параметров. Особенно активно включились в ряды бодипозитивистов обладатели пышных форм, составляющие весьма существенную часть населения планеты. К примеру, по статистике, наибольший процент людей с избытком массы тела проживают в Мексике, США, Белизе, Венесуэле, на Мальте и очень многих странах Аравийского полуострова – Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты. Объединяет жителей этих стран любовь к вкусной пище и малоподвижный образ жизни. Праздник пока еще не дорос до уровня международного или государственного, поэтому отмечают его в узких кругах, а также в ночных клубах, ресторанах и прочих развлекательных заведениях, где организуются тематические вечеринки, торжества и дискотеки. И напоследок поговорим о днях рождениях. Сегодня свой 69-й день рождения отмечает советский и российский певец, композитор, поэт, актер, продюсер, заслуженный артист и народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Он родился 22 июля в 1951 году. Что касается его личной жизни, то Олег Газманов был женат дважды. С первой супругой Ириной он узаконил отношения в 1975 году и прожил 20 лет. Ирина – химик по специальности, но посвятила себя семье и дому. У супругов есть сын – Родион. Он окончил финансовую академию, работает финансовым директором в крупной российской компании, специализирующейся на нанотехнологиях. В свободное время Родион Газманов посвящает музыке. У него есть собственная группа ДНК. В 1997 году Олег Газманов познакомился со второй супругой – Мариной Муравьевой во время гастролей в Воронеже. В 2003 году у них родилась дочь – Марья Анна. Живут Олег и Марина Газмановы в Серебряном бару, в заповедной зоне на берегу Бездонного озера. Своих поклонников артист часто в Инстаграм удивляет прекрасным внешним видом. Также свой день рождения сегодня отмечает советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской Православной Церкви, временно отстраненный от служения по собственному желанию. Креативный директор компании именно таким представляет Иван Ахлобыстин в Википедии. Его мы знаем по роли в сериале «Интерны», но свою карьеру на ТВ он начал еще в 1983 году в фильме «Обещаю быть». Но потом было множество других кинокартин, а также его голос мы часто слышим в мультфильмах. «Ледниковый период», «Иван Васильевич и серый волк», «Снежная королева». Утро по летнему Вы смотрите «Утро по летнему» на Первом городском. Сегодня мы говорим о здоровом питании и рационе летнем. И, конечно же, не могли не пригласить к нам сегодня в гости специалисты по здоровому питанию Сан-Зауле Конкабаеву. Доброе утро! Доброе утро! Ох, как давно вы у нас не были в студии! Это точно! Ну и мы, как гостеприимные хозяева, наверняка должны начать с угощений. Угостим чай. Я думаю, что осель-то уже должна наливать была. Говорите, наливайте. Давайте, Сауле, найлю вам чай прежде всего, а вы расскажете нам, о чем занимается специалист по здоровому питанию летом сейчас? Вот как раз таки тем же самым практически. Разливаете чай? Да, что-то типа такого. Но как консультант по питанию, конечно же, я рекомендую полезное сейчас то, что повышает иммунитет и готовимся к зиме и осени. Получается, витаминизируем организм. Совершенно верно. Как раз сейчас такой период. Мне кажется, сейчас как раз самый благотворный период для того, чтобы насытить себя различными витаминками. С учетом того, что у нас сегодня здесь и крыжовник, и красная смородина, чай с малины, Сауле. И еще самое, что и хорошее в этом сезоне, то, что все это можно купить по очень доступным ценам во дворах, где продают бабушки дачную, дачные ягоды, которые выращены прямо вот с любовью. Сергей, ты знаешь, вот купить – плохое слово, а можно все это взрастить на своем огороде, на своей даче. Я знаю, что у тебя дача есть. Есть, да, дача. Все это растет, да, но, к сожалению, собирать все это прям детально нет времени, поэтому периодически, конечно же, все это покупается для детей. А Сауле как раз сейчас тебе порекомендует по поводу питания, что есть, а чего лучше не есть. И что пить самое главное. Сегодня, кстати, про летние напитки очень много говорили, мы с Сергеем в первой половине программы, и вот ждем от вас рекомендаций. Рацион питания для пожилых людей или для вот таких вот молодых, как мы, он разный? Да, совершенно верно, он разный. Почему? Потому что чем старше мы становимся, тем наш метаболизм, то есть обмен веществ, он замедляется. Соответственно, для такого нашего метаболизма нужна еда полегче. И очень побольше овощей, ягод, фруктов, вот такой вот, и поменьше уже такого тяжелого красного мяса. А чем заменить? Шашлыки, в общем, вы не рекомендуете. Нет, почему можно, наверное, пожилому. Даже куриная грудка не положена. Нет, почему, куриная грудка подойдет, да. А вот шашлыками-то наоборот, мне кажется, на гриле рыбу очень даже полезно. Да, это очень вкусно, но просто красное мясо, к нему относятся телятина, баранина, конина и так далее. То есть вот это вот более тяжелое мясо. Это для пожилых у нас. А для молодежи, ну, конечно, у них же метаболизм же выше. Наоборот. Да, соответственно, им можно. Но мясо всегда, оно окисляет организм, да. Стареет быстрее. Да, об этом не надо забывать. И, как говорится, слишком много употреблять его тоже не нужно. Тем более сейчас, в летний период, да, когда жарко и, в принципе, неохота такого много такого сытного, тяжелого, да. И это несмотря на то, что сейчас такие немного условия, да, и в условиях пандемии коронавируса, говорят наоборот, хорошо питайтесь, побольше питайтесь. Да, но при этом не забываем о том, что оно должно быть витаминизировано, да, потому что мы должны повышать иммунитет сейчас вот в такой период. А иммунитет повышать мясом, да. Не только мясом, точнее, так будет. Да, и небольшом количестве. Потому что, как я уже говорила, мясо окисляет организм. Соответственно, в таком организме бактерии, микробы, они очень хорошо размножаются. Это для них хорошая такая флора, да. И поэтому лучше использовать в своем рационе это овощи, фрукты, крупы, бобовые, а также легкое мясо, такое, как птицы и рыба. Скажите, а что по напиткам лучше? Что пить? Можно ли пить воду с морозильника, да, как обычно сейчас делают? Ставят холодную воду в морозильник и берут с собой на работу. Забирают с собой, потом мы все это... Вода с льдом. Хлестают, так скажем, да, потом горло болит. Ну, насколько вообще это... Ох, сейчас горло лучше, пусть не болит. Да, сейчас. Ни горло не болит, ничего, потому что все это, мне кажется, может быстренько перерасти во что-то более серьезное. Да, что по напиткам рекомендую. Совершенно верно. Вообще, ледяная вода, она самая опасная. Почему? Потому что она очень большой вред наносит нашему организму. Вот представляете, первое, что страдает, это наши зубы. Эмаль, да? Зубов. Конечно, вот эта вот смена резкой температуры, тем более ледяной. А уже далее у нас пищевод, желудок, это тоже страдает. Почему? Потому что наш организм не привык к такой температуре, к ледяной именно. Самое оптимальное – это комнатные температуры или же 12-15 градусов, но не ниже. Ну, опять же, сейчас многие наши зрители, мне кажется, возмутятся по поводу того, что комнатной температуры водой особо… Не утолит жажду. Не утолит жажду, да. И вот многие все-таки предпочитают либо квас, ну, что-то, чтобы был какой-то вкус. Вот здесь я с вами поспорю. Почему? Потому что мы не утоляем жажду сладкими напитками, потому что сахар, он потом требует еще. А чуть-чуть подслащен в водичке. А потом, да, глоток кваса сделаешь, бутылка улетела. Мне, допустим, так. Я лучше действительно буду пить просто воду или воду с лимоном, или воду, там, не знаю, выдавлю туда что-то из ягод, но, мне кажется, такие газированные напитки, мне кажется, это прям капец организм. Да, совершенно верно. И вот сейчас как раз-таки опасно, сейчас очень многие люди пьют газированные напитки, именно сладкие. И это тоже очень вредно. Ну, помимо того, что сахар, да, в большом количестве, в одной бутылочке, там, около 10 ложек сахара. Представьте, вот просто съесть этот сахар, это уже вообще даже невозможно. Ну да. Я еще не видела человека. Без воды. Да, и даже выпивая вот такую бутылочку, хочется снова, потому что сахар, он притягивает еще сахар, и постоянно хочется вот утолить этот сахар. И, соответственно, теплая вода, обычная, с лимоном, вот как вы сказали, можно мяты добавить. Вот как раз, кстати, у нас сегодня на столе мята, смородина и малина, листья малины, все это можно, да, перемешать, закинуть. Я вот сейчас смотрю на стол, и запах, аромат чувствуете, аромат мяты уже дает, и настроение сразу поднимается. И, кстати, каждый из этих листьев очень полезен. И даже если вот вы заварите чай, просто не добавляя черного, там, байфовый чай, да, вот это уже будет полезный сам по себе чай. Его можно охладить и пить в теплом, в таком охлажденном виде. Либо, опять же, с собой, да, сейчас очень модно, мне кажется, бутылочки, каждая современная девушка, я не знаю, как насчет молодых людей, но каждая современная девушка сейчас с собой носит такую вот бутылочку, очень красиво, стильная, и так гламурненько, скажем, а можно запросто налить себе. Да, кстати, сейчас здоровый образ жизни уже становится таким модным, да? Модным, бестижным. А вот есть ли здесь малина, смородина, мята, мелиса, кстати, здесь? Чего не хватает? Что можно еще добавить в чай? Ну, вот мы добавили чабрец. Да, чабрец можно добавить. Чабрец. А где чабрец найти у нас? Растет. Растет? Конечно. А ромашка? Это только аптечная, наверное, да? Нет, почему? Можно и такую, только единственное, надо уметь ее засушивать и использовать. Но вот даже вот то, что у вас сейчас есть, очень хорошее. Вот, например, смородиновые листья, кстати, сейчас очень важно ложить их в чай. Почему? Потому что они дают, придают сил после длительной болезни, да? Если человек вдруг, так случилось, заболел, то как раз-таки восстановление листья придаст ему смородиновые листья. Антиоксиданты природные. Мята, к примеру, тоже она вот тонизирует, выводит также холестерин и борется с некоторыми бактериями. Вот у вас тут так красиво на треночке выложено крыжовник, красная смородина. Мы в чай добавили малину. Просто дело в том, что малина такая ягода, что она сразу же превращается ведь в воду и не очень такой эстетический вид. Поэтому мы ее в чай добавили. Прекрасный чай, аромат очень превосходный. Чудесный. Летний, утренний напиток, который, мне кажется, бодрит. Особенно после тренировки, если придешь и выпьешь. Да. Но вообще сейчас, конечно, лучше пить все то, что содержит витамин С. Это где? Это в чем? В каких? Напомним, давайте. Вот опять же, смородиновые листья в нем содержатся, витамин С. Ну, в самих плодах, наверное. Да, естественно. И крыжовник также содержит. Крыжовник тоже. Красная смородина. Вот в витамине, в малине, кстати, витамин В больше присутствует. Но он также и патоген, то есть пот, да, будет выделяться. Поэтому, почему мы его и пьем? Зимой, когда начинаем болеть, да? Обычно малину принято есть и пить зимой. При простуде заболеваниях. Да, потому что вот оно имеет такое свойство, выделять вот этот вот пот. А представьте, скоро начнутся все на облепихе. Это же вообще, это просто же клади с витамином. Да? Конечно. Никогда. Я пыталась поесть варенье с облепихой. Что-то как-то мне не очень понравилось. Это на любителя, да. На любителя, да. Точно так же, как и чай на любителя, поэтому облепиху не все ее жалуют, но, тем не менее, она действительно очень полезна. Так что вот такой вот замечательный чай из этих листьев будет просто превосходным. Главное, чтобы можно было найти все это на рынке, либо на даче и огороде, у кого есть, конечно. Вот вы, кстати, вначале сказали о том, что лучше самим все это взрастить. Это на самом деле так. Потому что, когда ты сам взращиваешь, ты сам знаешь, чем ты его поливаешь, чем ты его сдабриваешь, да, так скажем. А когда мы приобретаем даже у тех же бабушек, там уже чисто так на доверие, на честность, да. Потому что, ну, сейчас, чтобы быстрее все эти плоды выросли, разные химикаты добавляют. И поэтому не всегда, но... В общем, о селе в следующий раз скажешь. У нас запись эфира, скажу, извини, я сажаю рябину. Все. Хорошо, а я хотела сказать 2-0 в нашу пользу. Действительно, ну, я как джентльменс выступаю. Сауля, еще несколько слов по поводу все-таки летних напитков. Что еще можно? Вот говорят, можно вот малину мы в чай положили, да, закинули, а можно в контейнер заливаем все кипятком и в морозилку. Можно ли использовать такой лед, чтобы его в чай закинуть, в лимонад или же с собой в воду? Да, и не теряют ли витамины свои свойства при заморозке? Да, когда при заморозке. При заморозке абсолютно они не теряют ни одна ягода, ни одни листья, ничего. Но единственное, когда мы добавляем в воду, то опять же не переусердствуй, да, чтобы вода или жидкость, куда вы добавляете такой лед, не переохладилась, не был сильно холодным. Потому что пищевод, желудок, почки также работают, потому что почки, они нагревают, так скажем, да, и вот они все время вот в этом режиме нагрева и страдают. Скажите, вот оно все, ягодах, молочные продукты, насколько актуальны вообще летом? Нужно ли им? В плане айран, мороженое, там, я не знаю. Все же его хотят и любят. Сейчас, кстати, вот Шубат и Кумас советуют и рекомендуют пить в связи с пандемией коронавируса, чтобы не заболеть, не дай бог, двусторонней пневмонией и так далее. Правда? Очень хорошие напитки. На самом деле они повышают иммунитет очень хорошо. Единственная, опять же, индивидуальная переносимость, потому что не все переносят такие напитки. Тем более городское население, не привыкшее, да, к таким напиткам с детства. Но, тем не менее, на самом деле это очень полезно, потому что кальция, большое количество содержания. И, знаете, хотела отметить, что кальций очень большую роль играет в работе наших легких, в сосудистой системе. Поэтому, конечно же, сейчас вот в период пандемии очень важно, чтобы был витамин С, кальций и белок в рационе у каждого человека. И тем более сейчас, если раньше говорили что-то против БАДов, да, биологически активных добавок, то сейчас я, например, очень сильно так рекомендую принимать. Почему? Потому что, к сожалению, в нашем питании, даже если у нас будет, ну, прям супер-пупер правильно, мы все равно не доберем эти витамины. Это раз. Во-вторых, организм наш, он не усваивает все полностью эти витамины. К примеру, например, животный белок, он наш организм не усваивает полностью. Всего 30%. Вот представляете, вы вот съели там 100 грамм, а усвоится из там 20 грамм белка всего 30. То есть это очень мало для организма. И, соответственно, идет потеря белка. А это как раз-таки белок, это строительный материал, который благотворно влияет на наш иммунитет и плюс на все гормоны, которые у нас есть. Это инсулины, это щитовидны и так далее, да. Поэтому очень важно добавлять, то есть насыщать свое питание витаминами или БАДами. Мне кажется, если раньше люди к БАДам относились несерьезно, то сейчас многие задумались о том, что необходимо за своим здоровьем очень внимательно следить и, как вы сказали, да, БАДы, витамины различные добавлять к своему рациону. Да, совершенно верно. Сейчас даже вот популярные блогеры, они вот советуют, и многие даже говорят, если я раньше относился к этому так спектически, то сейчас у меня полная там полочка различных БАДов и витаминов. На самом деле, то есть пандемия, она показала нам то, что действительно наше питание, оно не настолько хорошо, чтобы спасти нас или укрепить наш иммунитет, да, то есть воспрепятствовать тому вирусу, который сейчас есть. В целом, поговорили о напитках, да, поговорили о рационе питания, каким должен быть образ жизни или стиль жизни, я не знаю, как правильно будет, для того, чтобы не подхватить никакую заразу, повысить иммунитет. Да, нормально, да, себя обезопасить. Обезопасить, верно. Конечно же, здоровый образ жизни. Но так как я консультирую на первый год, я заметила, что когда ты говоришь здоровый образ жизни, у многих так… Все-таки поднапрягаются, да. Это скучно, да. Это скучно, а иногда думаешь, что это дорого. Или дорого, да. А сейчас я называю это уже как престижный образ жизни, потому что сейчас, как показывает вообще практика, да, что престижно быть здоровым, престижно быть молодым, активным. Поэтому, конечно же, нужно просто вести престижный образ жизни. Это правильное питание. По крайней мере, я понимаю, что есть люди, которые не могут исключить из рациона мясо, к примеру, да. Тогда его просто уменьшить. Или же сделать не жареное постоянно есть, да, а допустим в духовке, или же тушеное, да. То есть как-то все равно прибегать к тому, чтобы рацион питания был правильнее, чем был раньше. А также активный образ жизни. Если не любите бег, я, к примеру, вообще не люблю бегать. Но зато есть сейчас альтернатива – это скандинавская ходьба. Боже, это так прекрасно. Это вот то, что… С лыжными палками. С палками. Нет, там не умышленные палки, там определенные. Ну, я и все, да, похожи. Похожи, да. Когда слышишь, идет, вот, девушка с лыжными палками. А в чем преимущество вот именно такой вот скандинавской ходьбы? Здесь, что хорошо, распределение всей, так, нагрузки, так скажем, идет и на руки также. То есть если при беге или ходьбе у нас вся нагрузка идет на суставы, да, на ноги, то здесь мы их распределяем. Это вот как по типу эллипс, который вот в домах, да, можно идти в спортивных центрах. И здесь то же самое, но просто это на свежем воздухе. И ты делаешь нагрузку, и при этом распределяя, и работает вся система. То есть если мы при беге, у нас в основном только нижняя часть работает, да, то здесь уже все задействовано. И при снижении веса, кстати, очень хорошо. Почему? Потому что полностью все мышцы работают. Поэтому скандинавская ходьба – это на самом деле очень. Так, теперь основной вопрос, который, конечно же, зададут наши телезрители. Потому что посмотрят на нас, послушают нас и скажут, а когда же всем этим заниматься? На улице жара. Бывает, что термометр показывает плюс 42. И днем, и ночью. Каким образом быть? В какое время вставать? Вот так вот лучше задам вопрос. Хорошо, я расскажу о себе, да? На своем собственном примере. Я стою в 5 утра и иду в парк. Вот мы где-то в 5.45 выходим. Да, не прям так, чтобы прохладно, но терпимо. Не сильно жарко. Очень хорошо. Такой вот после такой духоты ночной, да, выйти на улицу, пройтись очень хорошо. И сейчас многие занимаются именно с утра. Ну да, 6 часов утра, а не 10 часов, когда уже начинает парить солнце. Все зависит от того, что преследует человек. Если он хочет, да, никаких же не будет препятствий. Да, и в 50 градусов пойдет заниматься. Нет, потому что Сауле наверняка ведет к тому, что можно и в 5 утра встать. Да, в 5 утра можно встать. Не обязательно допоздна спать и лежать, а в 5 утра наверняка много дел еще переделаешь. Вопрос, во сколько ложиться, укладываться спать, тогда пораньше надо? В 10 в 11, да. В 10 в 11. Это нужно четко иметь тайминг. Но вы знаете, причем это же полезно ложиться рано. Почему? Почему? Рассказываю тогда нашим телезрителям. Когда я изучала именно сон, почему нужно ложиться рано, да, я выяснила одну такую интересную вещь, что если человек ложится в 9 вечера, то отдыхает именно мозг. В 10 вечера до 11 отдыхает наша эмоциональная система. То есть мы себя контролируем, наши эмоции. А уже с 11 до 2 часов здесь у нас уже идет отдых физического тела и полностью регенерация всех клеток, обновление. И это еще называют сном молодости. Потому что в этот момент как раз-таки вот этот гормон вырабатывается в молодости. И что помогает? И снижению веса, и действительно обновлению клеток. Вот. Теперь, когда я вот провела такой анализ, я заметила, что на самом деле, если вы посмотрите, то 99% населения беспокойны. Они вечно в стрессе, что-то куда-то бегут. Ну и нынешняя ситуация, она такая нервозная. Да. Но опять же, если давать отдых своему мозгу, вот именно с 9 до 10, то мозг успокаивается. И это тоже нужно просто попробовать, проэкспериментировать. И вы видите, что на самом деле вы становитесь более спокойным, более рассудительным, как будто ясность мысли. Вот что-то такое вот появляется, действительно отличается от того, что было раньше. Конечно, не с первого дня это должно пройти. Систематично. Да. Около трёх месяцев, чтобы это действительно понять. Эмоциональность тоже. Например, сейчас в очередях люди стоят все… Взвинченные немного. Ощущение, что дотронешься до человека, начинает уже всё взрываться. Да, ну это… И это было всегда. Это не было только при вот сейчас, в нынешней ситуации, да, это всегда так было. А почему? Потому что, опять же, мы все ложимся поздно. Мы не даём своему организму просто отдохнуть. Представляете, мы сами себе вот делаем, роем, как говорится, яму. Яму. Как бы это грубо ни звучало, но это так. Абсолютно верно. Сауле, хорошо. Встаём в пять. Ещё раз озвучим, да, для наших телезрителей. Встаём в пять, просыпаемся. В десять уже укладываемся спать. А что касается обеденного сна. Нужно ли делать перерыв небольшой и полезно ли это? Вообще, корейские учёные, они рекомендуют сон. В обед сон. А сколько? Причём они рекомендуют сразу после обеда. Ох. Да. И сон от получаса до часа. До часа. Не больше. Но вообще, для восстановления сил достаточно 30 минут человеческому организму. В Японии, допустим, у них даже есть специальные такие камеры для сна, да. И действительно, полчаса этого хватает. То есть они доказали. Нет. Лично моё мнение, если у вас нету проблем с весом, то, в принципе, если вы вообще ведёте активный образ жизни, то почему бы нет? Да. В основном ведь силы. Но если у вас всё-таки проблемы с весом, после обеда, ещё смотря какого обеда, то это всё будет просто, как говорится, завязываться в боках, в животе. Жирок, ладно. Давайте всё называть уже своими именами, что называется так. Вот. Соответственно, здесь уже сам человек решает. Но как бы нет такого, что да, обязательно, нужно. Нет. Желательно. Так что. Спасибо вам большое, Сауле. Вы знаете, вот начали за здравие чай, летний, точнее, напиток. Нет. Начали с летних напитков, с летнего рациона и даже поговорили о том, каким должен быть в целом весь день. То есть расписали весь тайминг и даже поговорили о пользе сна. Вот что значит приглашать в студию в качестве гостя специалистов по здоровому питанию. Хочется говорить и говорить. К сожалению, наше время, как обычно, ограничено. Есть что добавить. Да. Я хотела бы порекомендовать телезрителям прочитать книгу, если ещё не читали. Это «Магия утра». Возможно, мы слышали. Есть такая книга, очень популярная. Кстати, очень полезная. Он очень... До сих пор не читала, кстати. А ты? Есть и в аудиоформате. Могу скинуть. Давайте. Я буду только рада и благодарна вам. Очень полезная. Почему? Потому что вы начинаете осознавать, что какая польза вставать рано утром. И что можно сделать с утра и к чему это приведёт. На себе. Вот сейчас я испытываю это. Экспериментируете, значит? Да. Это вообще просто потрясающе. Поэтому рекомендую почитать. Ну и, конечно же, пить больше воды с лимоном. Потому что витамин С. Можно мяту туда добавлять. Ну, обязательно с утра комнатной температуры. Стакан 250 миллилитров с лимончиком. Пожалуйста, пейте. Потому что организм нужно сначала разбудить. Потому что мы очень часто сразу начинаем завтракать ещё таким тяжёлым каким-нибудь завтраком. Организм, он ещё не проснулся. Желудочно-кишечный тракт в ужасе. И, в общем, происходит что-то ужасное. Поэтому пейте воду. И пейте воду и много. Спасибо вам огромное. Ну что ж, уважаемые телезрители, столько полезной информации. Мне кажется, за последние несколько недель нашей программы вы ещё не получали. А всё только благодаря тому, что у нас сегодня в студии был наш давний друг, специалист по здоровому питанию Сауле Конкабаева. Сауле, огромное вам спасибо. И вам спасибо. Продолжаем сегодняшнее утро, друзья. Говорить мы будем сегодня ещё на эту тему. Но немного позже. Совсем-совсем через пару дней. Утро по летнему Вы смотрите «Утро по летнему» на Первом городском. Только проводили нашего гостя, специалиста по здоровому питанию, который рассказал нам действительно полезную информацию. Вот не забывайте, друзья, что ваша еда – это так, как вы выглядите. Или же наоборот, вы выглядите так, что едите. То, что едите. То, что пьёте самое главное. Особенно летом. Главное, ведь напивки летом – это же прекрасно. Поэтому не экспериментируйте, не бойтесь добавлять ягоды, фрукты в ваш рацион, смешивать всё это, миксовать, делать ягодные смузи. Ведь именно витамины помогут вам справиться с болезнями и не подхватить коронавирус, либо же двухстороннюю пневмонию. Да, сейчас очень опасно, дорогие друзья. Так что будьте здоровы, конечно же, старайтесь витаминизировать. Ну и в первую очередь беречь своё здоровье, здоровье своих близких и родных. Дорогие друзья, дорогие телезрители, сегодня мы говорим практически о здоровом образе жизни, поскольку сегодня мы затронуть решили тему летних напитков и летнего рациона. И, как уже сказал Сергей, старайтесь всем рекомендациям следовать нашего гостя, потому что, на самом деле, беседа получилась очень занимательной. Разговорились настолько, что даже поговорили о пользе сна, дорогие друзья. Сейчас, конечно же, здоровье – это самое главное. И именно это понимают участники нового проекта, который стартовал на нашем телеканале и в нашей программе. Девять участников, общий вес которых составлял 1097 килограмм. Я даже, знаешь, растерялась. Тонночка так. Растерялась, да, читая вот эту огромную цифру. Наверняка сейчас числа-то другие, цифры другие. Наверняка снизился. Я думаю, что уже меньше тонны, возможно. Да. И совсем, конечно же, другой образ жизни у наших участников. Ну, а мы бы хотели напомнить, что генеральный партнёр проекта – это Energy Gym, нижнее подчёркивание – фитнес. Да, также, друзья, проект проходит при поддержке воды «Турран», энергетического напитка «Флэшап», а также «Чай чемпион», безалкогольный напиток «Балтика ноль», а также «Бион нано к тебе», «Спортзон Кейзет», «Коктаса к тебе» и «Эгоистка к тебе». Ну, что ж, дорогие друзья, и прямо сейчас давайте посмотрим, чем же занимаются участники проекта и насколько снизился их вес. Мне даже само интересно узнать. Ты хочешь получить всё, ты хочешь высокий джин, но… Флэшап Энерджи – твой заряд энергии для прогресса каждый день. В предыдущем выпуске шоу Energy Life. Природная вода, не тронутая человеком. Турран. Создана природой. Красота требует жертв. Достаточно избитое выражение, но сегодня оно, как никогда, кстати. Если делать апгрейд, то нужно делать его с головы до ног. Сегодня как раз-таки наши участники отправились в центр подологии. Глядишь, они скоро увидят свои постройневшие ножки. Чтобы не испугались, нужно навести марафет. Поэтому отправляемся туда. У меня даже есть в инстаграме пост, что я родилась подологом. Наши участники испытывали настоящий комфорт в руках мастера. Да и вообще, хорошее настроение равно успех в борьбе с лишним весом. Ведь когда в голове, с ногтями и со всем остальным всё в порядке, организм готов к похудению. А вот у меня настроение стало немного грустным, когда я услышал, что Диана говорила обо мне. Хой гей, сволочь, а как ещё? Такие взгляды. Маникюром, педикюром я занимаюсь 21 год, а в подологии 13 год. Лишний вес мы понимаем, что везде идёт проблема, да, в лишнем весе. Когда идёт лишний вес, соответственно, если у людей идёт скобкообразный или дугообразный ноготь, то отёчность, она западает, боковые валики на ноготь, и он более глубоко уходит. Это 100% того, что будет вросший ноготь. Потом лишний вес, он тоже играет на то, что если человек, допустим, очень много ходит, да, у него работа ходячая или стоячая, то, соответственно, будут трещины. Потом, когда идёт лишний вес, опять же, у людей может быть и диабет, и повышенная щитовидка, с поджелудочной проблемой, а трещины – это идут изнутри. То есть, если вросший ноготь – это внешнее воздействие болезни, то трещины – это более внутреннее воздействие. Опять же, когда идёт лишний вес, идёт варикоз. А трещины также у нас могут появиться от скрытого варикоза. А опять же, это лишний вес. Теперь мы узнали больше о том, что за своими ногтями нужно следить. Ольга также рассказала о своих наблюдениях. Там на Западе за собой следят редко. А наш менталитет не сможет ходить с грибком на ногах. Поэтому для наших участников не впервой было оказаться в кресле мастера. Очень приятно, когда поощряют за победы небольшие в проекте. Этот педикюр, он был кстати. Мне очень приятно, божественный педикюр. Я хочу сказать, что Ольга Марин, как в своё время, я являюсь её клиенткой, научила мне стричь ногти на ногах. Мне сделали педикюр, плюс установили у меня проблемы, у меня вырастают ноготочки. И мне поставили титановые пластинки, для того, чтобы вырамнивать пластину ногтевую. Вот, я надеюсь, что в скором, в ближайшем будущем выравнится моя ногтевая пластина. Я не буду мучиться так, потому что, ну, очень тяжело это давит. Ну, наверное, это проблема многих. Ну вот, я надеюсь, что я в скором, в будущем избавлюсь. Flash Up Energy. Двой заряд энергии для прогресса каждый день. Далее мы с Олей отправились на набережную, где она поделилась с нашей съёмочной группой тренировкой, которую она выполняет теперь ежедневно. Тут уже она стала настоящим тренером и показала Диане пару упражнений. Снимать, как наши участники на фоне заката делают упражнения, было незабываемо. А вы, смотря на наш проект, стали делать тренировку по утрам? Надеемся, что да. Становитесь стройнее вместе с зелёным чаем Beta T-Fusion. Доказано, что зелёный чай способствует похудению. Выпивая одну-две чашки зелёного чая по утрам, вы стройнеете быстрее. Вкусно, полезно, легко. Зелёный чай Beta T-Fusion – ключ к вашей стройности. Следующая на очереди Алия, которая заварила нам вкусный чай и готова поделиться с нами на камеру своей физической зарядкой. Но перед этим традиционный разбор холодильника. Прежде чем мы сядем пить чай, причём этот чай у нас зелёный, с кусочками лимона, мы не будем ничего к нему добавлять. Почему? Потому что Алия обретает красивую фигуру, а я не хочу её мешать, и мне, в принципе, тоже бы не помешало воздержаться от каких-то слабостей. Но что мы сделаем? Мы обязательно заглянем в холодильник. Давайте посмотрим, что там есть. Потому что, ну, знаете, так говорят, я только зелёный чай, а там сникерсы, всякие батончики, не знаю, масло. Давайте посмотрим. Знаете, выглядит, как будто ты, этот, контрабандистка, смотри. Контрабанда чистой воды. Ой, смотрите, тут сина, орешки разные. Тебе что, топовые за рекламу, так это обед? В принципе, да, смотрите, капусточка. Сус гранатовый. Зря испугалась Илья. Всё было хорошо. Как проходит процесс обретения фигуры, стройной, переглянутой, вот, и какой результат? Ну, за 10 дней у меня минус 5 килограмм. Думаю, что проходит всё хорошо, стабильно. День мышцы валят, день бодрость. В общем, каждый день какой-то он разный. Сегодня вот прям легко просыпается, на следующий день уже потяжелее. В зависимости, видимо, от нагрузки. Если день забитый полностью, тренировки, бассейн, то у нас в следующий день, конечно, тяжеловато. А если только тренировка или домашняя тренировка, тогда уже полегче. Видимо, организм уже прорвыкает к нагрузкам. Стоит отметить, что каждый участник под нашим круглосуточным контролем. Даже если от нас скрыли какую-то мелочь, к примеру, забыли сделать зарядку или позазтракать, на тренировках острый взгляд тренера считается сразу. Ух ты! А мы уже в зале! Подходит к концу очередная серия нашего проекта. Заканчиваем ее тренировкой в Energy Gym. Смотрите в следующей серии. Просто подари мне один только взгляд. Субтитры сделал DimaTorzok Флэш Ап Энерджи. Твой заряд энергии для прогресса каждый день. Займите себя чем-нибудь полезным этим летом. Ведь выехать в отпуск на море или куда еще, к сожалению, не получится. Отличная альтернатива – это привести свой дом, свое жилище в идеальный порядок. И сделать ремонт. Ну, или же хотя бы косметический ремонт. Обновить ваше освещение и сделать его более презентабельным и приятным. Ведь проводить время немного дома сейчас приходится. И это неизбежно. Поэтому, друзья, по всем вопросам по обновлению вашего интерьера и, главное, конечно же, вашего освещения, мы предлагаем вам отправиться в магазин Амажур, где представлен широкий выбор люстр, светильников, обоев, каминов и, конечно же, мягкой мебели. В общем, весь дизайн интерьера в полной раскладке. Найти их просто. Это проспект Молдоголова, 50 Г, рядом с гипермаркетом Дина. И по их телефону 8 707 540 55 65. Также, друзья, уточняйте по доставке. Да, на самом деле, сейчас все перешли на онлайн-доставку. В принципе, конечно же, удобно. Это прежде всего. И если вы озадачились вопросом бухгалтерии и аудита, то вам в профсервис. Здесь также вас могут проконсультировать онлайн. В Инстаграм вы их можете найти проф, нижнее подчеркивание, сервис 1. Кстати, в их Инстаграм есть полная информация о 42 500 тенге, потому что вот эти 42 500 тенге просто больше вопросов возникает, нежели ответов можно добиться от госчиновников. А здесь вся информация представлена. Также здесь представлена информация по поводу того, что Нацбанк снизил базовую ставку до уровня 9% годовых. Что нам это дает? Обязательно обращайтесь к Инстаграм-профсервис Октубе, и вы найдете полную информацию здесь. Друзья, также по доставке работает и магазин Мегапланета. А вот Вольтман по улице Жургенова, 97, работает в штатном режиме, так как не попал в список организаций, подлеживших закрытию в период карантина. Здесь вы можете найти качественные аккумуляторы, автомасла, смазочные материалы, автохимию, антифризы, зарядные устройства. В общем, весь перечень необходимых расходных материалов для вашего автомобиля в магазине Вольтман доступны к продаже. А также, конечно же, есть доставка. Поэтому, друзья, обращайтесь. Улица Жургенова, 97. Ну что ж, будьте бодры и будьте полны энергии. И не только с Вольтмана, но и в целом. Будьте здоровы, берегите здоровье свое, берегите здоровье родных и близких, поскольку сейчас в условиях пандемии коронавируса, в условиях того, что сейчас каждый второй заболевает пневмонией, но, к счастью, лекарственные препараты уже есть. Снабдили все аптеки. И ситуация вроде бы как выравнивается. Но, тем не менее, лучше лишний раз перестраховаться. Берегите себя, берегите здоровье. А также, друзья, не забывайте, что ваш организм требует витаминов. И в этот сезон прекрасные и доступные ягоды, и овощи, и фрукты вы можете купить уже по доступным ценам. Поэтому не стесняйтесь, покупайте, витаминизируйтесь и присоединяйтесь к здоровым людям. Ну что ж, а я, как обычно, могу лишь добавить, что не обязательно покупать, можно все это взрастить самим. Для этого, правда, придется завести дачу и, конечно же, поработать все лето на огороде. Ну что ж, до скорых встреч, дорогие телезрители. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова